Всем привет, мои хорошие! Ну что, у нас сегодня видео про уход за волосами, про те средства, которые я приобрела вот последние в этом месяце. Я все протестировала и с вами делюсь. Все, что я буду показывать, не все. Основная часть, это было все приобретено на сайте rendezvous.ru. Это интернет-магазин косметики парфюмерии. Сейчас там, кстати, проходит скидка до 40% абсолютно на все. На парфюмы, на аромабоксы. Вот такие аромабоксики. Между прочим, очень хорошо на подарочек. Посмотрите, это 8 сэмплов по 1,5 мл. Вот так вот выглядит. До 40% на тревел-версии от Levante, на пробники, на все, на все, на все. Интернет-магазин на рандеву, это не только про парфюмерию, естественно, это и косметика, это и декоративная косметика, и уходовая косметика. И вот про уход мы сегодня с вами и поговорим. Так как на сайте минус 40% скидка, поэтому можно что-нибудь классное урвать на подарочки к 8 марта. К 23 мы уже, наверное, не успеем, естественно. Вот к 8 марта успеем себе, подруге, сестре, маме. Но помимо 40%, у меня есть свой еще промокод на 10% скидку. Это 10ESU. И он как раз-таки суммируется со всеми скидками акциями на сайте. Очень выгодно получается. До 50% скидка. Мой промокод действует при покупке на сумму от 2,5 тысяч рублей. Что еще такого важного? При заказе нам сайт начисляет баллы, бонусы. Один балл – это один бонус, рубль. Но еще более приятно, когда мы оставляем отзыв на каждый из купленных товаров, рандеву нам начисляет, по-моему, 25 бонусов, то есть 25 рублей. И потом мы их можем списать полностью, абсолютно полностью, не доплачивая за какой-то товар. Да, вот вы насобирали иную сумму на какой-то товар. Мы списываем подчистую, мы даже не доплачиваем реальные деньги. Это очень круто. Так что, если вы что-то давно хотели, проходите, смотрите. Самое время в общей сложности минус 50%. До минус 50%. Итак, девочки, первое, что хочу вам показать – это Ботавикас. Я брала себе вот такие вот пробнички. Это шампунь и бальзам. Бальзам и шампунь. Ботавикас – это натуральная косметика. Это наш российский бренд – Ботавикас. Вот. Значит, взяла миниатюрки, чтобы просто протестировать. У меня, на самом деле, полки ванной забиты, но тестировать всегда хочется что-то новое, с вами делиться, естественно. И кто меня давно смотрит, тот знает, что я вышла из порошкового блонда. Я отращиваю блонд на спецблонде, на красителях, на краске. Вот. И вот это вот все, вот эти вот сопли свои, вот. Значит, я постепенно буду отращивать и отрезать, естественно, отрезать. Вот. Поэтому я испытываю косметику, ищу что-то, ну, постоянно ищу что-то лучшее, классное, работающее. И, конечно же, с вами делюсь. Так что, кому интересно, подписывайтесь, такие видео будут. Ботавикас. Просто так купила. У меня есть от Ботавикас бальзам разглаживающий. Он из другой линейки, и он по-другому работает. Вот эту линеечку просто я решила взять. Мне интересовал, конечно же, балансирующий шампунь. Это линейка балансирующая. Мне интересовал балансирующий шампунь, потому что у меня кожа головы склонна к жирности. Вот. Шампунь мне понравился. Он имеет такой, знаете, травянистолекарственный запах. Но он очень яркий, кстати. Может, не понравится. Хотите, попробуйте вот такие вот тоже миниатюрочки в 50 мл. Но шампунь, шампунь, и ладно, все хорошо. Он мне понравился. Когда-нибудь обязательно куплю, когда расчищу полки. Вот. А бальзам, девочки, иногда, когда я покупаю бальзам, маску, даже если я еще ей не пользовалась. Ну, то есть сегодня я не планирую, допустим, да, мыть голову только завтра. Но всегда интересно вскрыть, понюхать, попробовать на консистенцию. И я вот так вот как-то взяла этот бальзамчик. Я его растираю в руках. Я думаю, это что такое? Силикон какой-то такой плотный такой. Думаю, ну, не похож на силикон. Ну, что-то такое. Либо это масла. Вот что-то одно из двух. То есть, когда я заказывала, я не читала, что там в составе. Ну, как-то я просто заказала, и все. Это кладезь масел. Вы не поверите. Там, я не буду уже там прямо читать, в общем, там примерно, ну, минимум 5 масел, 5-7 масел для, ну, в составе. И, о, что там, протеин и, сейчас скажу, протеин и... Нет, тут, ну, больше масел, девчонки, тут... Могу просто, ну, все по-английски, я просто вам говорю. Так, первое, стирал, алкохоль, вода, да, ну, это я так поменяла. Дальше, масло. Глицерин. Гидролизин. White. Протеин. Масло. Пантенол. А, мы масло, да, считаем, значит. Было раз-раз масло, этот мы не считаем, протеин не считаем, масло. Масло, дальше, что-то еще, масло, гликопилиц какой-то, еще что-то, сюгаргум, лаурил, все-таки что-то тут засунули. Ну, и дальше пошло масло, 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 10. Одиннадцатое масло, двенадцатое масло, тринадцатое масло. Ну, короче говоря, вы представляете, да? Тринадцатое масло, плюс я очень люблю, когда в составе, пантенол, по-моему, да. Я просто на ощупь, я такая думаю, уго, я начинаю читать состав, и я думаю, ничего себе, в масках для волос такого нет. Я не очень люблю тестировать шампунь-бальзам, все-таки, ну, как бы, концы мои убитые. Здесь-то все прекрасно, а вот концы, да, они убитые. Вот, но иногда для качественного обзора я это делаю. Но когда прочитала, какое количество масел в составе, я уже тестировала, не боялась. В принципе, даже для меня нормально. Шампунь и бальзам, все хорошо. Вот, значит, ну, а вообще я, ну, один раз так использовала, потом я использовала поверх все-таки маски. Но если вы темненькая, и даже если вы блондинка, то можно использовать шампунь-бальзам. Если у вас, ну, просто нет времени, и вы хотите быстро помыть голову, то вы можете этот бальзам просто использовать без маски. Короче говоря, вот эта вот двоечка прекрасные. Они однозначно ко мне приедут, и они у меня будут жить. Все ссылочки я оставлю внизу в описании под видеороликом на все товары, которые я заказывала на этом сайте. Дальше, мои дорогие, у меня был шампунь и была маска от фирмы Estelle. Их я приобретала, когда, в общем, в салоне работала, и мы через салон приобретала. И я очень, ну, вообще мне очень понравился вот этот Estelle Otyom Aqua для интенсивного увлажнения волос. Он, по-моему, без СЛС этот шампунчик. Вот, прекрасный шампунь. И сразу я приобретала маску для волос. Так вот, я в этот раз взяла к нему на пробу бальзам. В общем, да, всю серию, так скажем, собрать. Но там еще, по-моему, есть какой-то спрей для волос. Тоже, наверное, возьму. Я люблю эту линейку волос. Я не скажу, что я фанатка фирмы Estelle. Но вот эта линейка, она суперклассная. Почему я взяла бальзам? Я слышала где-то в отзывах, даже, по-моему, на YouTube-каналах где-то, что бальзам работает круче, чем маска. И, конечно же, мне было интересно. И, конечно же, я взяла бальзам. Я протестировала. Девочки, ну, круче, чем маска он не работает. Но бальзам классный. Взяла, опять же, маленькую версию, потому что у меня очень много бальзамов. Немножечко я так их сейчас подраскидаю. Но вот эта линейка, я вам так скажу, вот эта линейка будет у меня всегда. Шампунь хороший. Волосы не ожирнятся быстро. Все красиво, все классно. Промытые, блестящие, эластичные, струящиеся, неутяжеленные. Как-то я так поставила, я вылазил. В общем, мне очень-очень-очень понравился вот этот уход. Рекомендую. Если вы не пробовали, если вы как-то скептически относитесь к фирме Estelle, поверьте, я такая же. Но вот эта супер. Вот. Ссылочку я ставлю. Бальзам я брала. Ну, там посмотрите как бы плюс-минус. Это все можно найти. И, девочки, мне рекомендовали в комментариях По-моему, одна подписчица, не две, а одна подписчица рекомендовала маску. Смотрите, как она, интересно, называется. Раньше было лучше. Бренд называется Hair Sector. Так вот, я ее заказала. Я ее протестировала. Вы думаете, я ее всю использовала до такого состояния? Нет. Я ей поделилась. Хорошим нужно делиться. На пробу отдала. Здесь 300 миллилитров. Я, по-моему, 100 миллилитров отвесила. И у меня осталось 200. Ну, и меньше 200, потому что я ее уже пользовалась. Запах потрясающий. Такой салонный запах. Такой красивый. Такой дорогой. Но он такой сладенький какой-то. Вкусный. Знаете, как парфюм. Ну, вот парфюм вот такой мне. Чуть-чуть припудренный. Цветочно-сладковатый. Это парфюмерная вообще-то. Парфюмерный канал. Ютуб-канал. Разберем по ноткам. Потрясающий аромат. Мне очень понравился. Правда, вот такой вот цветочно-сладковато-пудровый. Прям, ну, как парфюм. Хорошо пахнет. По консистенции. Понимаете, да? Очень все густенько. Очень все плотненько. Довольно экономичная маска. Это маска. Что же это, девочки, за маска? Это маска липидная. Питательная, липидная маска с аминокислотами. Выжженным, блондинистым, пористым, пустым, несчастным волосам. Просто необходима такая маска. Липиды. Эта маска липидная у меня не первая в моем арсенале. Что именно про нее я хочу сказать? Вообще липидами из раза в раз пользоваться все-таки не стоит. Эта маска... Маска не эта. Липидная маска. Она вам может переутяжелить волосы и даже навредить в какой-то степени. Потому что кончики могут даже обламываться. Но, по моим ощущениям, она не очень все-таки жирная, эта маска. И у меня такое ощущение, что ее создавали как раз-таки в той пропорции липидности, чтобы вы ей пользовались на постоянной основе. Да. Я заходила даже на сам сайт Хайр Секта. Бальзамов у них, кстати, нет. Не представлено на сайте бальзамы. У них есть спрей-бальзам, который я планирую буквально на днях заказать. Да. Потом еще как бы сниму обзор, в общем-то, про этот бренд Хайр Секта. Мне его вы сами рекомендовали, его маску. Ее вы мне как раз-таки рекомендовали. И, в общем-то, кто создал? Создал парикмахер, который даже есть на YouTube-канале. Я не заходила, девчонки, я не смотрела. То есть, вот меня как бы вот эта вся история не очень интересует. Да, как бы там лично кого-то пиарить не хочу. Ну, кого я буду пиарить? Там 100% какой-то миллионник сидит, который создал эту маску. Я просто подбираю для себя хорошие средства. Понравилась маска? Понравилась. Она есть в большой версии, наверное, в килограмме, ну, как-то так, с дозатором. Обязательно повторю. Обязательно. Маска классная. Да. Спасибо вам большое, что вы рекомендуете такие вот хорошие уходовые средства. И если вы что-то знаете, кто-то из вас, девочки, делитесь. Я делюсь с вами, вы делитесь со мной. Девчонки другие заходят, комментарии читают, тоже смотрят что-то, да, какую-то информацию для себя подбирают подходящую. Так что делитесь, какую маску взять. И в этот раз я заказала себе шампунь от моего любимого корейского бренда Lador. Ладор, 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 Ладор. Это шампунь кератин LPP шампу. В прошлый, по-моему, раз я заказывала такую же масочку для волос. Вот эта маска, она у меня вторая уже. Опять же, это, как вы понимаете, она мне очень понравилась, потому что я ее повторила. Кстати, по поводу маски, девочки, у нее есть силикон, диметикон, по-моему, на каком месте? Там на пятом, линоком, кератин, герезалин, это рисовые протеины, бетаин, стиралкохоль, гликоль, полиамид, амадиметикон. На каком месте? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На седьмом, восьмом месте, примерно так. Что я хочу сказать? Почему я полезла в состав смотреть силиконы? Наносишь маску, она густая, такая плотная, ну, прям питательная. Когда я смываю эту маску, ощущение, что она не содержит силиконов. То есть, в принципе, там седьмое, восьмое место, это уже как бы далеко. То есть, силиконов в ней мало, имейте это в виду. Я поверх этой маски все-таки использую бальзамчик. Вот какой-то именно такой силиконовый. Мне так просто больше нравится. Но сама маска, ну, то есть, как вот липиды, да, что делает липиды? Липиды восполняют внутри, в стержне волос, волос восполняют. То есть, он такой становится плотненький, как бы вот уже, уже он не пустой, как будто бы, да, уже он не такой вот весь, его дерни, он и поломается. Но эту маску я закрываю бальзамом. Почему я сказала про бальзам? Потому что я поняла, что мне нравится она больше, когда она работает с бальзамом. Именно с силикончиком, да, так прикрыть. Но вообще для блондинок это, в общем-то, нужно. Силиконы бывают разные. Бывают дорогие, бывают дешевые. Они по-разному работают. По-разному они забивают волосы, задерживаются в волосах, либо вымываются. Это разная история. Но силикон вообще-то нужен. Сейчас без силиконов никуда. Вот, и, в общем-то, закрывать я люблю эту маску бальзамчиком на силиконе. И поэтому я пошла смотреть на сайт бальзам. Но у них только спрей-бальзам. Поэтому все-таки, ну, то есть, видимо, вот им нужно закрывать. Поэтому я решила заказать спрей еще, чтобы все это работало в паре. Итак, возвращаемся к ладорчику. Маску покупаю второй раз. Она есть в большой версии, ну, не в литре, по-моему, а в 500 миллилитров. А здесь у меня 150 миллилитров. Опять же, купила именно в такой версии, потому что очень много масок. Очень много масок для волос. Но вот иногда хочется ей воспользоваться. Имейте в виду, если вы ее взяли в использование, минимум 2-3, ну, даже 3 раза минимум подряд ей нужно пользоваться. Она имеет накопительный эффект. Ощущение, что она тоже как будто бессиликоновая. Очень хорошо она восполняет структуру волоса. Она уплотняет волос прям сильно. Но волосы эластичные и блестящие. Такие, знаете, как будто бы более ровные такие становятся от этой маски. И этот шампунь. Шампунь классный. Голова не чешется. Волосы быстро не жирнятся. Какой-то крохотулечки хватает вот так вот просто в такую пену сделать. И еще у нее, у нее, у этого шампуня очень интересная пена. Она как, она очень плотная. Прям плотная такая. И она очень-очень мелкая. Она, знаете, на что похожа? Она похожа на пенку для укладки. Ну, не настолько набитую, но вот примерно. То есть она вот какая-то такая. Представляете, вот это вот впенивается в какой-то... Ну, в общем, очень интересная пена. То есть она необычная. Нигде такую пену я не встречала ни в одном шампуне. Шампунь мне понравился. В нем 150 тоже миллилитров. По 150 миллилитров. Экономно. Очень экономно. Маска быстрее закончится все-таки, чем шампунь. Шампунь просто вот крохотулечку. Фух! Такая вот пена. Классно. И мне понравилось. Я много что купила для волос за все это время. Там за год чуть больше. За процесс вот этого, знаете, обновления и восстановления волос. Что-то когда-то мне нравилось. Теперь, когда я все больше и больше тестирую, знакомлюсь с какими-то продуктами, я понимаю, что то, что раньше я хвалила, уже как будто бы не очень. Некоторые продукты. Их я буду вытеснять из своей ванной комнаты. А какими-то новыми, более работающими, более крутыми я буду ванну свою заполнять. Но я вам так скажу. Ладор будет со мной всегда. Это я уже решила. Это абсолютно точно. И вот касаемо вот эстель. Это тоже будет со мной всегда. И вообще, знаете, маски масками, а вот как-то бальзамы, да, опять же, потому что у меня волосы склонны к жирности. Мне нужно как-то, чтобы они не жирнили мои волосы, да. Хотя бы на часов пять больше были свежими. Поэтому шампуни я прям стараюсь тщательно подбирать. И из всего вот этого вот там изобилия, которое сейчас есть, конечно, я один не оставлю. Все-таки хочется, да, как-то то одним, то вторым как-то, ну, менять это все. Менять свой уход. Но где-то там пять шампуней я все-таки бы оставила. И вот этот будет со мной, вот этот будет со мной абсолютно точно шампунь. Ну, я думаю, что Ботавикас тоже будет со мной. По поводу балансирующих, да, шампунь, балансирующий. Он действительно хорошо балансирует. Я не скажу, что если я мыла волосы через день, то я стану мыть через два дня. Нет, такого не происходит. Но я объясню, как они работают на мне, например. Если я сегодня помыла волосы утром, сегодня я целый день хожу. Сегодня я там два часа назад помыла волосы только. Вот они еще как-то, это, знаете, не легли. Как-то они еще не остыли, так скажем, до конца. Вот, то есть я сегодня хожу целый день, завтра я просыпаюсь, иногда завтра уже, ну, так, знаете. Вот, и уже к пяти, к шести вечера они не то, чтобы сильно жирные, сильно сальные, нет. Но я даже когда расчесываюсь, я чувствую, знаете, что вот, ну, вот они уже вот так вот, они там не пушатся, да, они так уже немножечко слегка прилизываются, слегка. Вот, такие шампуни балансирующие второй день делают более или менее чистыми вам мои волосы. То есть на следующее утро, как я и в первом варианте помыла бы, да, даже если они слегка уже жирнились к вечеру, все равно уже на следующий день утром ты будешь мыть. И с балансирующим шампунем я буду мыть, но просто вечер второго дня будет чуть более свежим, свежими мои волосы. Поэтому шампунь балансирующий, конечно, для меня это работающая такая, да, ну, не всегда, но вот этот работающий для меня шампунь и иногда даже не нужно балансирующий покупать, просто хороший шампунь, который подходит. И, кстати, без всякие вот эти вот без СЛС шампуни, говорят, жирные волосы не промывают, неправда, девочки, нужно подобрать свой шампунь, просто свой найдите, и он будет промывать. И хороший шампунь без СЛС, он как раз-таки тоже способствует, чтобы у вас волосы дольше оставались чистыми. Ну, которые шампуни мне подходят, они именно так на мне работают. В общем, это тот уход, который у меня остается, он у меня будет. Ладор вообще люблю, от Ладор у меня есть спрей, и крем для волос, для кончиков, и масло Ладор у меня, вот это голубое увлажняющее, и спрей сказала, филлеры у меня от Ладор. То есть Ладор вообще я люблю, Ладор вот из Кореи, из Кореи, из Кореи, да, вот, чтобы я не пробовала, вот именно Ладор я, наверное, оставлю, а всю остальную Корею особенно я больше не хочу даже тестировать. Что-то тестировала, но все-таки я выделяю больше Ладор. Все, мои дорогие, такой у меня был обзорчик. Обязательно пишите классные рабочие средства для волос, я буду их тестировать и знакомиться, знакомить вас с ними. Значит, еще раз я с вами делюсь своим промокодом на 10% скидку 10ЕСЮ, он суммируется со всеми скидками акциями на сайте и действует при покупке от суммы на 2500 рублей. Пишите комментарии, не забывайте подписаться, подписывайтесь на мой Бусти канал. Не знаю, я вот сегодня снимаю, вы знаете, когда это сегодня, не знаете. Вот, я, наверное, послезавтра выложу видео и, в общем-то, вот буквально еще там день-два, на момент, когда я выложу видео, и у нас будет итоговый уже розыгрыш. Розыгрыш будем выбирать победителя на моем Бусти канале, так что, если вы хотите поучаствовать, обязательно проходите по ссылочке внизу Бусти, подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше. Все, мои дорогие, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok